индигалетта это сиреневая роза относится она к плетистым петух мне помогает сегодня снимать обзор сегодня 2 июля распустилась плетистая роза индигалетта растет он у меня очень давно но в форме куста первое цветение у нее было массовое очень красивый пышный куст быстро нарастал было тогда около 15 бутонов у меня где-то есть фотографии обязательно поищу если будет возможность то я добавлю к этому видео чтобы вы могли увидеть как она хорошо наросла она в принципе за лето нарастает хорошо но роза все-таки слабоватая болезненная на нее мало того что тля нападает она еще поддержана другим бактериальным заболеванием поэтому постоянно ее обрабатываю здесь видно что и всякие жучки любят объедать ее листики одной обработкой допустим отлили универсальным каким-то средством здесь не обойтись чтобы ее спасти нужно все-таки постараться растет на меня на солнечном месте вот такие красивые бутоны действительно классического сиреневого цвета маховая но не густо маховая классической формы лепестки загибаются в обратную сторону и при полном распуске видна такая серединка аромат у этой розы очень приятный он такой классический розовый с ярко выраженными какими-то такими цитрусовыми свежими нотками листва у нее матовая зеленая побеги без шипов вообще шипов нету на гладкая не колючая роза но как у многих роз которые не ошибованные стволики у нее есть маленькие-маленькие шипки на обратной стороне листочков но они не колючие они такие мягкие то есть ими поцарапаться и занозу получить ими невозможно вот она вырастает у меня получается до первой волны цветения примерно на 70 сантиметров в высоту при должном уходе а я стараюсь ее тоже обеспечить хорошим уходом она может вырасти за лето до метр-метр-метр-двадцати больше она меня нарастала не знаю возможно у кого-то эта роза действительно растет как плетистая но у меня она опускает вот несколько таких основных побегов в этом году я смотрю все розы которые повымерзали до уровня земли вот она мне тоже в том числе вымерзла это все отрастают пускают по пять побегов и цветут все одновременно сегодня 2 июля позже чем в прошлом году но цветут и радуют меня в этом году я уже обрабатывал универсальным средством от различных болезней и от лимит поэтому она такая у меня сейчас красивая нравится она мне другой сорт сиреневый я уже покупать не планирую тем более места особо нету для моих роз она мне нравится нравится моей семье поэтому я ее в любом случае оставляю несмотря на то что и цветочки держатся у нее не очень долго до пяти дней а то бывает 3-4 особенно если жара лепестки могут очень сильно запекаться на солнце в дождь они тоже страдают бутончики тогда подникают опускаются вниз и очень быстро осыпаются лепестки принципе эту розу вообще очень красиво наверное перед бутонизации сразу срезать и поставить когда вы только начинает распускаться поставить в букет и в более прохладную комнату тогда у нее будет более длительное и продолжительное цветение вообще у нее на этом побеге видно что два бутона но она гораздо больше может выпускать при первой волне цветения у нее было до пяти бутонов может быть и не очень нравится здесь это место или что-то другое хотя это более солнечное место чем то на котором она изначально росла то есть тень здесь бывает совсем совсем мало буквально там два часа с часу до двух до трех поэтому не знаю почему она меня сильно так и нарастает но в любом случае я многие свои плетистые розы обрезаю очень коротко и они у меня растут в форме куста но зато нарастают быстро и радуют своим цветением это роза повторного цветения она цветет у меня на побегах текущего года и может если сохраняются побеги если зимуют хорошо они вымерзают то и на побегах прошлого года тогда будет более массовое цветение поэтому рекомендую вам роза даже если она и будет подмерзать как плетистая роза то в любом случае будет хорошо выходить из зимы вот как у меня каждый год и радовать вас цветением вот такой необычный красивый сиреневый сорт розы инди галетта